Девушки отдыхают Что еще подорожает, когда рубль окрепнет вновь и как в Новосибирске будут защищать права потребителей? Подробнее об этом прямо сейчас. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте! Переписали ценники. Резкий рост стоимости валюты заставил продавцов пересмотреть ценовую политику. В первую очередь это коснулось мелких предпринимателей, которые товар привозят из Европы. Гипермаркеты и крупные производители пока позволяют ресурс, стараются стоимость товара не поднимать. Но подорожание неизбежно. Эксперты уже прогнозируют рост цен, например, на бытовую и садовую технику. Не смог не отразиться курс валюты на турпутевках. Им прогнозируют самое значительное подорожание. Наконец, сразу на 20% могут вырасти цены на розничный зарубежный товар, одежду, духи и детские коляски. К другим темам. Программисты занимают лидирующие позиции по уровню оплаты труда. Так, по сообщению РИА Новости, в Москве заработная плата профессионала может превышать 100 тысяч рублей. На втором месте менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Доход в этих сферах превышает 60 тысяч рублей. Далее идут агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы. Спрос на рабочие специальности также остается высоким. Продавцы, грузчики, уборщицы могут зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц. Стоимость коммунальных услуг в регионах отличается в 13 раз. Так, самыми дорогими с точки зрения содержания оказались регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока. А самый низкий тариф Ингушетии – всего 3 рубля за квадратный метр. Но в общем, россияне стали платить за коммуналку больше, примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Данные на экране. По мнению экспертов, средний коммунальный платеж мог увеличиться сильнее инфляции, что в частности, потому что население перестало экономить на услугах. В Новосибирске начал работу Совет при губернаторе Новосибирской области по защите прав потребителей. Создали его по поручению президента, и участники первой встречи уверены, работа будет эффективной. Совещательный совет, который, ну, наверное, работа которого усилит защиту прав потребителей, будут найдены какие-то решения в ситуациях неотложных, когда нужно их решать, коллегиальные какие-то решения. И мы думаем, что вот эта работа, она позволит все-таки усилить защиту прав потребителей. И самая главная задача – не допускать нарушений либо ущипления прав потребителей. В составе Совета будут работать надзорные органы, органы исполнительной власти и местного самоуправления, общественники. Основные проблемы, которые Совет будет решать, связаны с самыми частыми жалобами. 40% – это технически сложные товары, в основном мобильные телефоны и гаджеты. А среди услуг претензии чаще всего предъявляют к установщикам пластиковых окон, ремонта бытовой техники и изготовлению мебели. Я очень надеюсь, что органы исполнительной власти дадут свои предложения, замечания ответственных работников, с которыми будем вместе реализовывать этот план. Начинаем нашу работу. Антон Силуанов уверен, рубль скоро вновь окрепнет. Министр финансов панику в связи с новыми санкциями США называет необоснованной и считает, что колебания вскоре прекратятся. Цитирую. Сейчас, когда ажиотаж спал, понимание ситуации наступает, и на валютном рынке курс начинает стабилизироваться. И напоследок. В 43 миллиона рублей оценили рубашку сутками, возраст которой превышает тысячу лет. Это стартовая цена. На торги ее выставят в Лондоне 25 апреля. Шелковая рубашка с узором в виде уток, вероятно, принадлежала придворному Сагдийской империи, находившейся на территории нынешнего Таджикистана около тысячи лет назад. Вещь при этом прекрасно сохранилась. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова